Здравствуйте, дорогие мои зрители! Как я уже и сказала, что сегодня мы будем делать шашлык, и это будет делать мой дорогой муж. Мы купили мясо, это свинина, мы купили в польском магазине. Здесь где-то около 3 килограмм, и килограмм свинины стоит примерно, ну, русскими рублями, это 500 рублей, а это 5 фунтов. Вот мы уже всё подготовили. Мы нарезали лук, примерно 700 грамм, но лука, конечно, много не бывает, я так скажу, в шашлыке. Чем больше лука, тем лучше. Вот тоже подготовили разные приправы. Также, ну, соль, конечно, домашнее вино и уксус. И вот сейчас мой муж начнёт приготовление шашлыка. А также нужна лаврушка, да, обязательно лаврушка. Он ложит кориандр и чёрный перец и разные-разные приправы. Вот, обратите внимание, вот он начинает добавлять разные-разные специи. Специи, конечно, тоже, мой дорогой муж, никогда... А, это соль, да? Он никогда не жалеет, потому что всё-таки специи, они дают вкус. Сейчас он мне будет давать в руку, и мы будем смотреть, что за специи он добавляет. Серёжа, ты делай, и когда это, ты мне просто в руку будешь давать. Сейчас уже весна, и всё, и мы решили с завтрашнего дня открывать сезон шашлыков. Серёжа, когда мне специи? Это не специи, это соль. А, это соль, да? А, это соль специально для шашлыков. Здесь, кстати, это польское именно. Очень много приправ покупаем в польском магазине. Следующие тоже приправы муж мы будем добавлять. По вкусу? По вкусу. Да, по вкусу. Конечно, каждый по вкусу. Мы не будем говорить, что вот надо столько. И у нас нету даже какого-то стандарта, что надо столько. Ну, мы приблизительно, как говорится, на глаз всё добавляем. Но мы очень любим, чтобы побольше перца было. Побольше приправ было, чтобы прямо аромат такой был хороший. Вот, очень хорошие куски мяса. Свежее мясо. Для шашлыка, конечно, мы покупаем именно свинину в польском магазине. Как я уже говорила до этого, в английских магазинах мясо, ну, не настолько вкусное. Поэтому стараемся в польском магазине покупать. Вот, тоже. Серёж, подай мне эту приправу, пожалуйста. Вот, это тоже вот приправа. Вот, посмотрите. Разные-разные приправы. Ну, вы тоже видите на польском языке. Помешаем. Да, нормально. Да, помешает и так нормально. Да, хорошо помешает. Лук уже заранее подготовили. Лук порезали кольцами. Если вы положите чуть больше лука, чуть меньше... А, чёрный горошек, да? Чёрный горошек, да. Чёрный горошек. Вот, смотрите. Чёрный горошек. Не молотый, а прямо целый чёрный горошек. Вот так. Хорошо. Ну, тоже, тоже. Кстати, что-то у нас сегодня, Серёж, всё последнее мы докладываем, да? Всё-всё-всё выкладываем. Ну, ничего страшного. Ещё купим. Мы очень любим шашлык. Ну, конечно, зимой мы не делаем, потому что холодно. В Англии много дождей. Кориандр. Кориандр очень важен. Потому что... Вот я, вот лично, очень люблю кориандр. Он такой вкус даёт. Прекрасный даёт вкус. Кориандр? Да, да. Только вкусный шашлык. Поэтому всегда стараемся его добавлять. Ну, и, конечно же, хорошо-хорошо перемешаем. И лаврушка. Очень-очень важно лаврушка. Вот, кстати, лаврушку мы... По-моему, даже на русском языке написано, да? На русском языке. Вот, посмотрите. Лавровый лист. Дальше мы видим, идёт на английском в конце, на польском на четырёх языках. Хотя, вот мы вчера были в магазине, в продовольственных товарах, да? И даже там мы покупали сместитель, у нас сломался. И тоже была инструкция на русском языке. Хотя магазин английский. Иногда встречается даже в английских магазинах. Если внимательно посмотреть, и инструкция на русском языке. Но всё-таки наш русский язык достаточно распространённый язык. Вот. Сейчас что ты, Серёжа, хочешь? Лук, да? Уксус или масло. Да, обязательно всегда добавляют масло. Масло тоже даёт... Масло, подсолнечное. Подсолнечное, да, тоже даёт вкус. Да, тоже вот так. И более сочное мясо получается. Да, да. Получается. И вино или пиво, или милоневая вода. Да, да. Желательно вино, белое или пиво. Да, да, да. Вот. Это домашнее вино. Потому что у меня муж из Молдавии. И они сами делают домашнее вино из своего винограда. И поэтому всегда добавляем в шашлычок мы вино белое. Именно белое молдавское. Давай я уберу, чтобы не мешало. Именно молдавское белое вино. Красное нет, конечно. Красное оно даёт цвет и не очень красивый шашлычок получается. А именно добавляем белое. Когда мы готовим курицу тоже. И вот видим подсолнечное масло. Тоже, да? Да. Или достаточно, или ещё немножко. Ну, чуть-чуть. Ну, потому что здесь около трёх килограмм мяса. А я побольше. Лишним не будет. Да или как. Немножечко, да. Чтобы потом мясо, оно было в соку. И всю ночь оно будет мариноваться. Вот видите сок? Вот я прям поближе покажу. Вот, смотрите, сколько сока, да, даёт. Да, и помешаешь хорошо. Да, когда хорошо помешаешь, да. И сейчас мы уже ложим лук. Вот лук тоже мы заранее подготовили. Вот, да. Ну, ещё раз повторяюсь, лука много не бывает. Лук даёт, конечно, вкус. Серёж, ну, белый лук всё-таки, да? Ну, бывает иногда и красный лук тоже используют. Но в основном всё-таки белый, да? Да. Вот так лук. Вот. Тоже хорошо помешает. Да, хорошо помешает. Но муж у меня очень любит готовить. Вот. Он в Молдавии. И в следующий раз, ну, я не говорю, что это завтра будет, но мы обещаем, что мы приготовим какие-нибудь молдавские блюда, тоже покажем рецепты. Очень вкусные супы и готовит. Это зама, так называется, суп молдавский. Как у меня муж готовит. Я сколько раз пробовала, у меня всё равно так не получается. Тоже есть какие-то свои секреты. Ну, вообще, молдавская кухня, конечно, она очень-очень вкусная. Вот. И, Серёжа, этот, наверное, лук тоже надо весь, да, положить? Нет, нет, это... А, нет, это другой. А, ну, потому что мы ещё будем делать и из курицы. Вот. Тоже самое. То же самое. Мы не будем показывать. То же самое. Поэтому вот мы просто показали вам рецепт. Мы надеемся, что кому-нибудь он пригодится. Вот, посмотрите. Вот. Наш шашлычок готов. Сейчас мы его закроем крышечкой, вынесем мы его на холод. И ночь будет стоять. А завтра оставайтесь с нами. Мы едем на шашлык. И уже завтра скажем, какой у нас получился шашлык. Вкусный или невкусный. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.